Всем привет! Сейчас будем рисовать бутон пиона. Для тех, кто боится сразу приступать к большому пиону, потренируемся. Начну с материалов, так как этот урок у меня будет еще и в клубе, поэтому немножечко про материал расскажу для тех, кто не на курсе, а в клубе. Бумага у меня в этот раз будет вот такая, 300 грамм. Смотрю, что это. Хлопоколицелиоза, стопроцентный вот палп. В общем, я не знаю, хлопок или целлюоза. Ну, не важно. Честно говоря, и та, и та может быть и хорошая, и плохая. Как хлопок, так и целлюоза. Потом у меня есть планшет, на чем это все лежит. И он не горизонтальный, он чуть-чуть под наклоном. Там у меня подложено под него, и он стоит под наклоном. Есть палитра, это просто тарелка керамическая. Краски. Для этой работы нам понадобится не весь набор, конечно же, как всегда, кто у меня на курсах уже знает, я вообще минимум цветовый использую. Это лимонный желтый, охра, ультрамарин и краблак. Все. Четыре цвета. Два желтых, красный и синий. Карандашик я использую механический, потому что его не нужно точить. Вместо стерки у меня такая штука называется фармапласт. Она не травмирует бумагу, можно ей легко снять легкий слой карандаша. Если не сильно давите, то без проблем. Типа клячки, но фармапласт. Итак, давайте нарисуем бутончик. Сначала, как обычно, в каждом уроке начинается урок с того, что нужно правильно расположить предмет в формате листа. Чтобы он был не маленький, не большой, не слишком наверху, не внизу, не вправо, не влево. Вот по центру, чуть-чуть выше центра, где-то вот тут будет наш пион. Сразу скажу, не пугайтесь, там много лепесточков маленьких. Мы их все делать не будем. Итак, поехали. Сначала я просто намечаю, без всяких там лепесточков, примерно где будет мой бутон. Посередине и чуть-чуть выше середины. Здесь будет его стебель. Видите, он не прямой такой, как столб. Немножечко изогнутые линии, немножечко он сбоку, не совсем посередине. Я это делаю специально. Листочек. Сначала ставлю точечку, где он будет заканчиваться. Начинаться будет где-то вот здесь, то есть не из стебля, а вот отсюда. Вот такой каплевидной формы с заостренным кончиком будет листик. Потом здесь будет еще один листик. И вот тут еще один. Сразу поставлю точечку, где он будет заканчиваться. Буду давить немножечко сильнее на карандаш, чтобы всем было хорошо видно. Но пока что вот я наметила бутон очень легко. Кстати, тут на стебельке я сделаю такой череночек. Сейчас я буду еще дорисовывать бутон, не переживайте. Давайте начнем с листочка. Тут такой зеленый листик прикрывает. Здесь он немножечко так оттопыривается. Здесь у него такое пузико. Здесь он немножечко так выгибается вот в эту сторону уже. Теперь вот эту часть его сделаем. Так, извиняюсь. У меня референс появился. И такой неровный край его делаю. Не понимаю. Продолжаем. Так вот, снисходит он сюда. И тут из-за него выходит такой пузатенький лепесток. Смотрите, какой лепесток. Он доходит не до середины. Вот где-то середина. Вот весь наш бутон. Вот середина. Он будет ниже. Где-то вот до сюда. И край у него идет такой вот. Вверх. Можно немного рваненько сделать. И опять вниз. И уходит сюда за другой лепесток. Вот здесь будут наши прожилки. Я немножечко их так намечу, но рисовать не буду. Давлю на карандаш я сейчас очень сильно. Вы так не делаете. Старайтесь делать, чтобы рисунок был легкий, эстетичный, красивый. Что даже если бы он остался и просвечивал через краску, он все равно был красивый. Так, следующий лепесток. Вот этот небольшой. Он где-то будет вот до сюда. Тоже такой тут пузатенький. А тут вот он уходит сюда. Под этот прячется. Здесь у него... Я не хочу делать много мелких деталек. Я вижу, что у него там отгибаются кончики. Но я не буду их рисовать. Чтобы мелочи, очень мелочевки много не было. Бисера такого рассыпанного. Который будет отвлекать. Вот такой где-то формы. Немножечко я тут линии намечу. То есть как он будет идти. Как он растет. Такие вот. Здесь будет большой лепесток. Вот он где-то до самого верха идет. Тут я намечаю, где он закончится. И вот таким он полукругом. С неровным краем. Идет вот сюда. И здесь только листочек его немножечко перекрывает. Острый получился. Ну ладно. Можно здесь вот сделать один все-таки оттопыренный кончик. Вообще, так как мы тренируемся. И это такой урок. И небольшой. Мы не будем копировать все-все-все-все там детальки, все складочки. Как на фотографии. Сейчас я сделаю противоположный этому еще один. Но смотрите, чтобы они не были симметричны. Тут один и тут точно такой же второй, как в зеркале. Нет. Этот мы сделаем чуть-чуть поменьше. И он будет тут у него уже так и быть. Такой загнутый край. И тут вот. Так. Тут он такой рваненький. Из двух состоит. Тут разрез. Здесь уже в эту сторону пошли лепесточки. Такие. Ну и в принципе все. Он уже тут может идти вниз. Вот так. И немножечко намечу тоже эти линии. Как они пойдут. Вот так. Здесь посередине я сделаю еще один вот такой. Вот он как будто такой большой. Не буду я там все это перерисовывать. Так. Вот он выходит отсюда. И идет сюда. В общем один такой большой придуманный лепесток. Тоже будет с розовыми прожилками. Еще какими. Вот так. И здесь сверху его соединяются с ним просто розовенькие лепесточки. Я сделаю два. Вот один. И тут будет еще один. Вот так. Все. Мелочь. Как там я не буду делать. Единственное я вижу там листик торчит зелененький. И мне он очень нравится. Я его сделаю. Пускай тоже будет такой зеленый листик. Ну что. На этом наш рисунок закончен. Давайте делать цветом. Беру вот такую кисть. Кстати я не сказала про кисти. Нужна будет одна кисть. Где-то вот такого размера. Шестерка. Пятерка. И одна маленькая для прожилочек. Это у меня нолик. Какой-то китайский. Японский. Так. Сначала я сделаю бутон. Беру крапуак. На палитру. Чуть-чуть ультрамарина. Чтобы он был такой более сереневатый. Оттенок. И вот такой цветной водичкой. Закрашиваю весь цветок. Не закрашивая. Заливаю. Краска должна стекать с кисти. Видите. Она у меня течет. Я ее не размазываю. Как в масле. Или там акриле. Гуаша. Она у меня стекает. Сама. То есть я провожу кисти. Кистью только указываю. Куда ей течь. Акварель. Она и есть акварель. Так. Так. Тут зелененькие лепестки. Я их не буду делать розовым. Такой первый слой. Абсолютно не страшно его делать. Немножечко кое-где нужно посветлее. То есть вот тут я убираю краску. Там посветлее цветок. Споласкиваю кисть. Просто мочу. Чтобы тут было светло. Так. И пока здесь все подсыхает. Я возьму маленькую кисточку. Возьму тот же розовый. Только более густо. Немножечко с ультрамарином. Чтобы он был такой фиолетовый. Немножечко сиреневый. И сделаю кончик. Ну смотрите. Сейчас пока краска очень сырая. У нас будет такой не окончательный вариант. Я наверное еще одним цветом воспользуюсь. Розовым. Сейчас скажу как он называется. Какой-то розовый. Ультрамарин розовый наверное. И вот пока краска сырая. Поделаем несколько линий. Нужно делать их очень быстро. Да. Они сейчас все расплываются. Но это нормально. Потом еще добавим других линий. Не переживайте. Не только такие расплывающиеся. Вот тут по краю конечно он висел. Угу. Тут уже подсох. Открылась. И вот тут. Розовые краешки. Розовые краешки. тут этот нижний он самый мокрый поэтому мы его делаем самом конце тут можно уже ярче сделать край но пока еще не делаем окончательный вариант как она будет в конце выглядеть пока только такие распыльчатые потом когда подсохнет вот это все мы поверх сделаем окончательный вариант пускай сохнет сейчас перейдем листочка например вот этот лепесток он и розовые отсюда а тут уже салатовый и так делаем сейчас переход из розового берем много воды и салатовый делаю из лимонной желтой капельки ультрамарина вот салатовый и чтобы был между ними плавный переход нужно чтобы было достаточно воды если вы брали достаточно воды эту краска перетечет красиво из одного цвета в другой можно взять так вот лист бумаги и чуть-чуть вот эту каплю погонять по управлять ею стороны в сторону получается такой красивый нежный переход кстати тоже есть салатовый сразу его не сделала сейчас попробую наверное бумагу же подсох но я попробую делаю опять салатовый также из лимонный желтый и ультрамарина ладно пускай там будет а здесь наоборот салатовый лепесток и по краюшку розовый теперь беру салатовый но более насыщенный делаю вот этот лепесточек к низу он еще более зеленый то есть побольше ультрамарина беру такое получается потемнее опять делаю капельку чуть-чуть погоняю чтобы был плавный переход с одного цвета в другой это получается когда вы берете достаточно воды видите какой плавный переход еще его так сейчас положу и салатовый стечет в синий потому что у меня планшет под наклоном будет еще более плавный переход тут я беру маленькую кисточку и сделаю розовый яркий край прямо вот пока он сырой насыщенной яркой розовой краской так и пускай растекается пускай то хочет делает краска немножечко падаю вот сюда вот чтобы розовый край отошел поближе вот так тут еще можно немножечко пока этот лепесточек еще сырой сразу сделаю вот этот листочек маленький он тоже салатовенький но очень такой светленький еле-еле салатовенький всегда это очень подкупающее сочетание розовый и салатовый и когда один цвет перетекает в другой тоже это очень красиво я тут поставлю точечку розовую и она потечет капельку вот подниму она соединиться с розовой краской и потечет вот так вниз пусть течет дую на эту каплю ну да ладно потечет вот этот листочек сделаю он такой более холодный больше синего беру такой уже не салатовый оттенок такой уже стараюсь чтобы они тут не соединились все-таки здесь будет это не очень нужно так споласкиваю кисть и просто ставлю сюда каплю чистой воды вода вытолкнет пигмент края листочек такой получится немножечко как будто темным обведенный по краю вот этот листик точно так же я делаю тут я наверно даже возьму оху оху и ультрамарин чтобы сделать зеленый цвет для вот этого листика ультрамарин немножко больше синего здесь я бы даже сделала порозовее края дальше пойдет дальше он будет переходить салатовый теперь я немножечко погоняю то есть опускай плавно перетекает кончик сделаю розовый так здесь салатовый чуть-чуть листочек виден с розовым салатовый так и стюбелек с этой стороны я хочу порозовее его сделать с этой салатовым насыщение и они сами там распределят кого больше розового или салатов единственное что вот этот череночек как его назвать немножечко еще на капельку потемней охра и ультрамарин я смешала то есть как здесь вот таким цветом может быть теперь этот лист тут я беру желтый лимонный насыщенный ультрамарин делаю такой насыщенный зеленый цвет не салатовый зеленый вот такой будет у нас лист берите достаточно воды добавляю побольше желтого чтобы он переходил желтый желтый это половинка споласкиваю кисть и беру такой более с синим оттенком но прозрачный то есть видно что там листок он светится как будто отражается в нем небо он бликует и этот блик такой голубоватый поэтому я делаю зеленый охра и ультрамарин но чтобы синего было побольше такой более голубой оттенок прямо дети тренируются за дверью то не совсем ровная заливка получится но ничего страшного это тоже красиво краешек чуть-чуть насыщеннее подчеркнуть чуть-чуть таким более зеленым даже хочется вот тут мне все-таки возьму и перекрашу хотя я всегда предостерегают этого шага не возюкайте не перекрашивать вот один видите один слой сделала и все везде все делаю за один слой в этом прелесть акварели будет если она будет чистая прозрачная не будет там намешано много цветов что-то замыто перемыто когда вот это вот начинается перекрашивание замыть замывки отмывки она теряет свой свою прелесть так но я думаю этот подсох сейчас беру розовый такой не очень насыщенный но не очень светлый и немножечко вот эти лепестки так друг от друга отделю там нарисую под ними как будто тень кстати вот эти вот тоже надо не забыть немного в розовый добавлю ультрамарина чтобы он был чуть-чуть сиреневый такой легким легким тонким таким прозрачным слоем лессировочным чуть-чуть кое-где и делаю прожилки и вот тут немножко по краю я сделаю более насыщенно сполосну кисть чуть-чуть вытру я в тряпку и полусухой кистью так вот сделаю чтобы плавная растяжка было и здесь с этим лепестком то же самое немножко хочется мне вот этот листик просто розовым цветом подчеркнуть и вот тут я вижу такой яркий зеленый маленький листик но он очень в тему очень хороший акцент такой будет вот такой темный-темный зеленый листик больше даже синего добавлю так и здесь сразу этим же синим я делаю тень ну и тут конечно немного среднюю эту линию я не хочу прорисовывать все прожилки делать такой фотореализм но немножечко кое-где нужно будет подчеркнуть пересмываю кисть немножко такой влажной кистью тоже проведу еще возьму прозрачный слой этой краски тут вот сделаю такой намек на прожилки но я не хочу все рисовать поэтому сделают просто такими пятнышками я тем более там еще краска не досохла вот потом какие-то прожилочки здесь тоже самое очень красивая заливка получилось три цвета переходим друг друга я вообще не хочу ее портить немножко сделаю хватит какой-то намек да что это там листья пиона характерный их признак и отметила не хватит узнается и ладно да это пион и листья как у пиона и здесь тоже немножко иголочек зелененький вот этот я размою да и тут тоже пускай будет так беру тонкую кисточку сейчас еще кое-где немножко порисую эти прожилки розовые начну с этого листика вон самый такой ближе к нам такой главный можно сказать немножко тут будет пожилок тут покрою некоторые из них просто ярче здесь краешек тоже делаю поярче ну и конечно вот тут тоже самое вот это эту работу делает сочетание цветов розовый салатовый темный вот этот холодный такой изумрудно-зеленый когда они вместе все работа удалась 80 процентов просто благодаря вот этому подкупающему вкусному сочетанию таких фишек конечно много в рисовании вот это так называемый уметь рисовать иногда просто знать вот этим всякие секретики так вот тут подчеркнуть вот тут тоже хочется подчеркнуть вот такой пиончик у нас получился вернее бутончик ничего сложного главное берите больше воды те кто на курсе с вами увидимся еще в следующих уроках будем уже делать большие пионы те кто в клубе с вами тоже увидимся в следующих уроках но будем делать может быть что то другое у вас много уроков на выбор всем спасибо успехов увидимся ну о и Продолжение следует...